Продолжение следует... 2021 года ГНАУК разместила в Facebook и Instagram заведомо ложные сведения о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь, что было направлено на причинение существенного вреда государственным интересам. В самих постах, как отмечают правозащитники, ГНАУК рассказывала о положении мигрантов и курдских семей в Беларуси. Ранее пенсионерка уже была осуждена на три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за хороводное дело и за оскорбление нелегитимного. Уже на домашней химии ее вновь сдержали и поместили в СИЗО. Под стражей она находится уже пять месяцев. Елена ГНАУК также принимала участие в протестах, за что ее задерживали и арестовывали по административным статьям 17 раз. Владимир Зеленский опасается нападения Беларуси на Украину. В связи с этим он поручил провести проверку в четырех областях, каких именно пока не уточняется. Известно, что с Беларусью граничит Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская области. Видимо, именно в этом направлении проверят, что происходит на границе с Беларусью, сколько там военных Российской Федерации, в каком состоянии находится наша армия и какие у нее планы. Напомним, ранее официальный Минск неоднократно заявлял, что не собирается воевать с Украиной и при этом постоянно обвиняет украинскую сторону в нарушении беларусской границы. То дронами, то некими диверсионно-разведывательными группами. Именно этим режим оправдывает большое скопление беларуских войск вдоль украинской границы и постоянные проверки специальных сил реагирования. Более того, на следующей неделе Минобороны Беларуси зачем-то пригласит иностранных военных дипломатов посетить подразделения, которые выполняют задачи по усилению охраны границы с Украиной. Закрадывается сомнение, что на данное мероприятие, кроме России и еще парочки стран в ДКБ, смотреть на это цирковое представление больше никто не захочет. Медикам в Беларуси поднимут зарплаты. Об этом заявил журналистом глава Минздрава Дмитрий Пеневич. Точные цифры пока не называются, но так называемый министр отметил, что некоторым категориям, которые работают на важных и сложных участках, повышение будет более существенным. Примечательно, что такой жест Пеневич назвал подарком от Лукашенко, который медики должны будут отработать на своих рабочих местах. Чиновник, видимо, совсем забыл, что ни зарплаты, ни пенсии в нашей стране не выплачиваются с барского плеча. Это деньги белорусов, которые они заслужили и которые Лукашенко с огромным успехом вот уже много лет тратит на собственные нужды. Важно отметить, что в Беларуси каждый месяц растет дефицит врачей. На сегодняшний день число вакансий достигло уже почти 4000. Видимо, такими подарочками режим решил остановить отток кадров из страны. Вот только Минздраву стоило бы задуматься не только о зарплатах, но и об условиях работы медиков, которые подвергаются давлению и репрессиям по политическим мотивам. Чистая прибыль МТЗ в первом квартале упала в 100 раз. И это несмотря на то, что предприятие нарастило выручку. Такая чудовищная цифра содержится в отчетности завода. Произошло падение на фоне изменений курсов валют и налоговых выплат. Выручка МТЗ в первом квартале составила почти 633 миллиона рублей. Это больше на 17,5% по сравнению с прошлым годом. При этом себестоимость продукции увеличилась на 31% до 550 миллионов. Таким образом, прибыль завода снизилась почти на 50%. Более того, тракторный завод зафиксировал убыток от инвестиционной и финансовой деятельности на 33 миллиона рубля. В итоге квартальная чистая прибыль сократилась более чем в 100 раз до 336 тысяч рублей. На конец квартала МТЗ не отразил в балансе долгосрочных обязательств по кредитам и займам. Хотя в начале года они составляли 373 миллиона. Одновременно в 9 раз выросла краткосрочная часть долгосрочных обязательств. Теперь она составляет 472 миллиона рублей. Тем временем, самый крепкий хозяйственник сегодня посетил Бобруйск Агромаш. Там он снова пел песни про импортозамещение, про то, что в регионах нужно создавать все условия для жизни. А потом заявил, что если Минпром выдержит, то и вся страна будет работать. Но судя по ситуации на МТЗ, все это очередные фантазии диктатора. В США запретили иностранным компаниям обслуживать самолеты Белавия. Их нельзя будет ремонтировать или еще каким-либо образом использовать американские детали и оборудование. Причина в том, что белорусский перевозчик продолжал выполнять рейсы в обход санкций. Ограничения касаются и самолетов Boeing и Embraer, которые находятся в парке Белавия. Минск нарушил запрет Вашингтона от 8 апреля. Тогда Беларусь и Россия запретили использовать самолеты как минимум на 25% состоящие из американских деталей. Причем не имеет значения, где они произведены, в США или в третьих странах. К примеру, производство Boeing находится в Соединенных Штатах, а Embraer в Бразилии. Но Белавия все равно продолжила летать в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет. США считают, что ужесточение санкций помешает компании использовать какие-либо американские технологии для обслуживания своего парка. Это, в свою очередь, должно затруднить продолжение полетов авиакомпании. Напомним, санкции против Белавия вводились еще до войны. В прошлом году перевозчика наказали за принудительную посадку самолета Ryanair с Романом Протасевичем и миграционный кризис на границе с Евросоюзом. Из-за разрыва лизинговых контрактов компании пришлось существенно сократить свой флот. Также Белавию отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских и грузовых перевозок. В Украине школьные программы исключили произведения белорусского классика Василия Быкова «Альпийская баллада». Представителей русской литературы тоже убрали. Связано это с обновлением программы по зарубежной литературе, которая обусловлена военным вторжением России, психологическим и физическим травмированием детей вследствие войны, важностью развития культурных связей между Украиной и цивилизованными странами, необходимостью моральной поддержки школьников и укреплению духовной силы украинской нации с помощью мирового литературного наследия. Из белорусской литературы украинским школьникам остались только поэма Янки Купалы о Тарасе Шевченко «Тарасова доля» и стихотворение Сергея Законникова «Биражи себе Украина». Важно отметить, что сам Василий Быков является ярким представителем мировой антивоенной прозы. Более того, во время Второй мировой он воевал против немецких захватчиков за Кривой Рог, Александрею, Знаменку. Очень печально, что из-за нелегитимного, который ввязался в военную агрессию России против Украины, наша страна стала практически изгоем для соседнего государства. Друзья, для тех, кто устал от ежедневных новостей, предлагаем немного отвлечься и посмотреть новый выпуск о культуре «Маланка Арт», премьера которого состоится сегодня в 21.00 на нашем втором канале. Ну а завтра в 19.00 не пропустите онлайн-концерт Лявона Вольского, который также состоится на канале «Маланка Лайв». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова